Футбольные матчи на заднем дворе знакомы почти каждому. По детству мальчишки или даже девчонки разыгрывают настоящие уличные чемпионаты по этому виду спорта. Во Владивостоке вот уже последние пять лет проявить себя на поле можно официально. В этом году молодежный ресурсный центр дал старт юбилейному пятому чемпионату по дворовому футболу, который собрал рекордное количество участников. В 2014 году, когда мы только начинали наш футбол, у нас всего было восемь команд. И постепенно, постепенно ребята включались, это же не сами присылают заявки, сами формируют свои футбольные дворовые команды, как мы их называем, непрофессиональные. И вот пришли к такому большому результату, как 31 команда, чему очень рады. Честь сделать первый удар по мячу и дать напутствующие слова выпала Евгению Смирнову, защитнику футбольного клуба «Луч Энергия». Он на своем примере объяснил ребятам, что спортивная карьера начинается именно с таких дворовых чемпионатов. Конечно, знакомо. На этом самом поле играл тоже мальчишкой, в таких же турнирах участвовал. Ну, так сложилось, что дорос до уровня главной команды. Класс, наверное, шестой-седьмой был. Я здесь лучшего полузащитника еще, помню, получил тогда. Правила чемпионата простые. На поле шесть игроков и один вратарь. Продолжительность одного матча – 30 минут. Учитывая, что команд собралось много, организаторы решили разбить соревнования на целых пять дней. Сначала идет групповой этап, а затем стадия плей-офф. При этом игроков поделили и на две площадки. Старшие играют на стадионе 61-й школы, младшие – на поле 59-й. У коллективов самые разные планы на этот турнир. Как ни странно, я футболом не занимаюсь и кейбоксингом занимаюсь. Но и так я с своими друзьями играю, но что-то вроде более-менее умею. И так в будущем, если иду в институт, то, может быть, начну там играть. Ну, это как раз опыт будет. Финал чемпионата и награждение победителей состоится 25 августа. Помимо командных призов, футболистов также ждут личные награды для лучшего бомбардира и самого надежного вратаря турнира. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.